Здравствуйте, дорогие друзья, Тайны Вечной Книги, глава Китаво, когда придешь. С нами, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Здравствуйте. Вот мы приближаемся к концу этой большой главы и большой во всех смыслах, потому что здесь мышей готовят народ к входу на следующую, как вы говорите, ступень духовную, самую высокую, самую страшную, которая называется Эр-эц-Сраэль. Она вообще действительно страшная ступень. Страшная, да, чувствуется. Вся подготовка со времени Авраама через египетское сгнание, выход из Египта, проход через Красное море, Конечное море, выход к горе Синай, разбиение, как это называется? Золотого тельца. Да, разбиение золотого тельца, затем получение вторых скрижалей. И движение со многими-многими препятствиями, остановками 40 лет в пустыне. То есть это 40 ступеней постепенного духовного исправления себя, когда ты весь эгоизм, который есть в тебе, можешь поставить под альтруистическое намерение. Ты не можешь его самого использовать на отдачу и любовь, но ты можешь быть выше него. Это называется 40-летний падем в пустыне. Когда прошли это все, теперь мы заходим с обратной стороны к земле Израиля, через Ярдан, со стороны сегодняшнего Ярдана, Ярданского государства. И оттуда мы пересекаем Ярдан. Я тут летал где-то две недели назад на вертолете над всей страной. Ярдан этот, это может быть, ну, полтора метра. Перешагнуть можно. Да, можно перешагнуть. Есть такие, что и можно перешагнуть. Перейти вброд, конечно, ты, извини меня, трусы не замочишь. Так, понятно. Вот. Далее. И можно по камням перескочить. То есть это не… Не Енисей. Да, нет, конечно. Енисей тоже видел. Это не то, естественно. Но дело в том, что это символически. А на самом деле это очень серьезный переход. Ты вступаешь в землю, то есть в желание, в новую работу духовную, когда ты обязан каждый свой шаг делать из того, что ты берешь эгоизм и преображаешь его в альтруизм. То есть перейти Ярдан – это значит, это переход Рубикона, это не то. То есть ты этим включаешь в себя в работу, когда все твои желания, вся твоя суть, она сейчас идет под нарезку, под пласты. Ты снимаешь пласт со своего эгоизма, делаешь на него сокращение в эгоистическом виде работы и начинаешь обращать его в заботу и любовь ради других, без всяких икивоков к себе. Без всякой выгоды. Без всякой выгоды для себя. Вот это работа, которая называется «Земля Израиля». То есть первый самый шажок, вот ты прошел, не замочив ничего, и первый шаг, мини-шаг твой на вот эту вот, как бы сказать, землю, Эрцисраиль, да, следующую ступень, и все. Это все, да. И обратно ты повернуть не можешь, убежать не можешь. Нет, 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 это все уже. Да и обратно ты и раньше не мог никуда. А ты уже все за... Ты там умирал в пустыне 40 лет. Да, да, да. То есть все умерли в пустыне. Да. Сейчас это совершенно новое поколение. То есть все желания, которые были эгоистическими, они все умерли. Вместо них стали желания альтруистические, а сейчас эти альтруистические еще и реализуются в этом ключе в альтруистическом на отдачу и любовь. То есть у меня даже стало чуть-чуть, знаете, так страшно. Когда вы стали перечислять все, что пройдено, я ожидал, вы сейчас скажете, и все это было сделано именно вот для этого мгновения, когда сейчас Моше говорит, вы идете вот сейчас. Ну, конечно. Именно вот для этого, все годы, все смерти, там образно говоря. Все существование всего человечества. Все существование всего человечества для вот этого шага. Да. Перехода вот этой, как бы скажем, такой речушки и входа. Это, в принципе, это символ, ничего тут другого нет. И поэтому вся эта глава, просто она вся, знаете, она вся... Ну, предупреждение. Предупреждение. Такие же законы существуют в этой полной отдаче и любви, которую вы идете сейчас, в общем-то, осваивать. Ну, давайте тогда продолжим. «Если не будешь строго исполнять все слова учения этого, написанные в этой книге, и бояться имени этого, почитаемого и страшного, Бога Всесильного твоего, то обрушит Бог удары на тебя и удары на потомство твое, удары большие и крепкие, и болезни опасные и крепкие». Да. То есть требуется, написано тут, бояться, почитать, страшиться. Да, да. Имя твоего. Конечно. Вот когда говорится, страшиться, бояться, почитать имя твоего, что это означает? Вот это некрасиво как-то, да? Ну... Зачем Богу надо, чтобы его боялись, страшились? И говорится, что именно это написано в этой книге. Да, да, естественно. Потому что человек должен понимать, какая перед ним стоит огромная задача и ответственность. Боязнь здесь имеется в виду не наше животное, а боязнь за свой живот. А боязнь за то, что я не смогу доставить усложнение, услады другим, доброты, любви, всего того, что можно дать другому человеку, и через них также Творцу. То есть мой трепет внутренний, я бы назвал это трепет, он именно в этом, что я очень дорожу. Вот как мама над младенцем, как она дорожит, и дорожит вся над ним. Так вот, так же я дорожу и дорожу своей возможностью наслаждать, услаждать, удобрять других от слова «добро». и думать, и все время быть в намерении, в устремлении к тому, чтобы им было хорошо. Вот это называется бояться имени его? Это называется бояться, да. Боязнь здесь – это боязнь в чем-то не реализовать свою любовь. Почему говорится имени этого? А имя – это называется десять сферот, то есть полное слияние между человеком и всей окружающей природой, когда он полностью завязан, что ли, связан с ней на взаимную отдачу. И так проявляется имя Творца? Да, через природу проявляется имя Творца, это четырехбуквенное, через четырехслойное имя Творца, потому что оно воздействует через неживую растительную, животную и человеческую природой. И поэтому оно вот такое. Скажите мне, мы уже спрашивали, ну, каждую передачу мы как бы возвращаемся, а почему все время идет угроза? Если ты этого не сделаешь, то обрушит Бог удары на тебя и удары на потомство твое. А потому что мы находимся в середине природы, мы находимся в сетке сил. И это все четко спрограммировано, четко все завязано. Это система жесткая, взаимно связанная. И в той мере, в которой ты действуешь, она воздействует на тебя. То есть тут очень простая зависимость. А человеку нужно... Если ты сделаешь так, получишь так. Не сделаешь по-другому, получишь по-другому. А нам нужен вот эта вот угроза? Если так не сделаешь, то будет так. Нет, это просто описание. Это описание. Ничего тут угрожающего нет. Это описание того, что будет. Если ты не так будешь действовать, или по-другому, и так далее. То есть, естественно, произойдут вот это, да? Удары и... А как ты учишь ребенка? Что надо сделать так? А иначе, если ты сделаешь так и по-другому, смотри, что получится, и так далее. Закон простой. Вот дальше написано. И наведет он на тебя все недуги Египта, которых боишься ты, и прилипнут они к тебе. Это говорится обо всех этих ударах? Да. То есть, все те удары египетские, которые ощущал твой эгоизм, и которые таким образом воспитывал тебя отказаться от него, от использования его в эгоистическом виде, сейчас ты можешь все эти египетские страдания на себя вернуть. Так что, побеспокойся об этом. Будь обеспокоен, чтобы этого не произошло. Ну, вот так вот Тура рассказывает. Вот вы сейчас как взяли и отделили эгоизм от вот этого вот, допустим, грубо говоря, Израиля, который сейчас идет в Эрец-Исраиль, вот этого народа. Там уже нету эгоизма на самом деле. Вот это мне интересно. Там уже нет, потому что они находятся после 40-летнего возвышения до дороги, до ступени беда. То есть, они поднялись над эгоизмом. Они поднялись уже над эгоизмом, а теперь самое главное начать его реализовывать. Вот это проблемка маленькая. Реализовываться, понимаешь? Когда я заходил раньше в злачные места и наслаждался там всякими наслаждениями, источниками, которые были для моего эгоизма доступны, раскрыты, это было хорошо. Потом я решил, что надо от этого дела оторваться. Так. Я оттуда удалился. Так. И стал таким вот святым. Праведником. Праведником. А сейчас я должен вернуться в эти же злачные места. Понимаешь? Понимаешь? Но уже заниматься тем, чтобы исправлять тех, которые там находятся. А кто там находится? Там находятся мои желания эгоистические. Во всех этих извращенных видах. То есть, я оттуда ушел, на самом деле, я там остался? Да. Я остался. Я на самом деле не ушел. Я приподнялся над этим. Но все мое нутро осталось там. Я был просто в отключении от этого. А теперь я должен вернуться и их расправить. То есть, вытащить их из этого всего злачного мира на высший уровень, на высший мир. Так тут просто чувствует проблема. Как бы они меня не утащили обратно. И то есть, чтобы не проявились ко мне недуги Египта. Ну, такие предупреждения, что, дорогой мой, держись, но ты обязан это сделать. Это и называется работа в земле Израиля. Понятно. То есть, на самом деле, земля Израиля – это тот же вонючий Египет. Это тот же эгоизм, та же яма со змеями, со всеми этими, со всеми эгоистическими наслаждениями, со всем прочим. Но то, что ты должен сейчас исправлять. Переработать. Да. То есть, у тебя сейчас проблема. Ты должен входить в эти злачные места и там проводить агитационную работу. С самим собой, получается. С самим собой, конечно. Ну, вообще, очень красиво. Вот дальше пишется опять об этих местах. И останется у вас, если ты это не сделаешь, и останется у вас мало людей вместо того множества, каким были вы. Как звезды небесные за то, что не исполнял ты волю Бога Всесильного твоего. Да, если ты не будешь, не сможешь их выполнить, то от тех огромных эгоистических желаний, которые там существуют, у тебя практически останется только в лучшем случае маленький свет Хасадим. А то, может быть, и его не станет. Поэтому надо беречься. То есть, ты можешь эти огромные желания, как вы говорите, в которых я возвращаюсь... Ты можешь сделать из них свет бесконечности, а можешь потерять всё. Вот это вот интересно. Да. Вот. То есть, ты можешь получить свет жизни, а... Это страшная земля. Это страшная земля. Это... Это так и сказано, ведь это земля, которая поедает тех, кто в ней живут. Да. Это... Это... Ну, здесь мы этого не видим в земле Израиля. Олицетворяют это всё немножко наши враги, которые тут существуют с нами вместе. Но, в общем, если мы говорим о духовной работе, то просто желания наши эгоистические, они просто вот гадами такими вот высовываются из-под земли и желают нас постоянно сожрать. Именно в земле Израиля? Да. А там этого не было? Нет. А именно в земле Израиля? Где этого нет? И в Египте не было? Нигде. Только здесь. Когда ты начинаешь использовать их ради отдачи, желаешь использовать их на обратное. Желание получить ради отдачи. И вот что тогда превращается? Получить ради отдачи. Это страшное дело. Это весь свой эгоизм обратить в любовь. Это тот, кого ты ненавидишь, начинать любить с полной силой. Понятно. Вот эта задача в земле Израиля... А ради чего? А для чего? А потому что этим доставляешь удовольствие Творцу. А хоть бы я это увидел, как, что, что мне за это будет? Вот-вот. Ничего. Дальше пойдем. «И будет, как радовался Бог о вас, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Бог о вас, губя вас и уничтожая вас, и будете вы оторваны от земли, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею». Вот что это такое? Будет наслаждаться тем, что убивает тебя. Да. То есть он наслаждая, радуется, губя вас и уничтожая вас. Да. Что это такое? Что это такое? Непонятно. Что это за радость такая? Спроси у нацистов, у каких-нибудь, они тебе объяснят. Да. Да. А вот уничтожая евреев, мы этим ублажаем Бога. А Бог радоваться будет. Почему? И мы его ублажаем, он радуется нашей работой. Нет, он губит нас, уничтожает нас и радуется, если мы не выполняем его законы. Вот что написано. И будет, как радовался Бог о вас, делая вам добро и умножая вас. За ваши добрые дела. За ваши добрые. Так и будет Бог радоваться о вас, губя вас и уничтожая вас. Да. Вот можно вот эту вот дилемму объяснить? Очень просто. Творящий добро. Он что уничтожает? Уничтожает таким образом твои эгоистические желания, которые не дают тебе выполнять законы от дачи и любви. Так ведь, с одной стороны. Но этим он же и радуется. То есть, в любом случае происходит исправление. То есть, он радуется тем, что как бы уничтожает твои эгоистические желания, которые ты не в состоянии исправить только таким путем, злым путем, а не добрым путем. И это для него радость. И это для него радость. Мы этого не можем в нашем мире оценить, как не можем в нашем мире никоим образом естественно одобрить или оправдать те страдания, которые были там в Инквизиции или в Шоа, да, еще как-то. Мы не можем этого оправдать, но на самом деле это огромное исправление, потому что мы не могли их выполнить сами. Понятно. Вот дальше. Творец, он это свойство высшей ступени, которое существует в исправленном состоянии. И поэтому считают, и поэтому называют, что он радуется. Потому что это вызывает большой свет в мирах. То есть, это подтягивает к исправленному состоянию всех. А в нас это вызывает огромную тьму, потому что мы находимся в противоположном от него свойствах. Понятно. Дальше. И рассеет тебя Бог, очень такие слова, знаете, предсказания. И рассеет тебя Бог по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить богам иным, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дерево и камню. Да. То есть, это то, что мы наблюдали в течение двух тысяч лет нашего рассеяния, в принципе, наше рассеяние, изгнание, так называемое, из земли Израиля. Мы заслужили тем, что мы уже в земле Израиля начали служить другим богам. То есть, уже вывернулись из-под альтруистического закона Торы и начали заниматься его эгоистической реализацией. И поэтому рассеялись, потому что не в состоянии выполнять альтруистические свойства между нами, взаимодействия, а значит, в земле Израиля в желании отдавать и любить мы уже быть не можем. Поэтому мы и географически изгнались оттуда, как следствие нашего духовного несоответствия. А сейчас собрались? А сейчас собрались не потому, что мы уже такие хорошие исправленные, не потому, что мы такие объединенные и любящие друг друга, а собрались, потому что нам дали особую возможность собраться, несмотря на то, что мы не находимся в этих духовных качествах отдачи и любви взаимной. Это нам дали как возможность. Если мы в течение определенного времени не достигнем действительно реализации отдачи взаимной любви, не будем как один народ с одним сердцем, то нас снова оттуда выгонят. Таков духовный закон. И когда еще раз вернемся, может быть, еще через две тысячи лет. Но ведь вроде закончились все голоты с точки зрения... Кто закончился? Мы находимся еще в изгнании. Это физически мы получили возможность вернуться сюда, но духовно мы находимся еще в изгнании. То есть нельзя сказать, что мы вернулись. Поэтому мы не вернулись. Что с того, что мое тело находится географически здесь, а я ему не соответствую этому месту, духовному месту. То есть по-вашему действует последнее четвертое изгнание, но действует и действует и действует и сейчас. Мы находимся в изгнании. Еще более того, кто из нас, из живущих здесь в Израиле, не желает удрать оттуда, предложи ему место потеплее. Он делает, зачем ему надо эта страна, что здесь есть. Так что несомненно или мы в течение короткого времени осваиваем духовную землю Израиля, то есть отдачу, любовь, взаимную связь между нами, и тогда мы имеем право здесь существовать, и не может быть тогда никаких помех нам внешних, не только внутренних, или мы должны будем оставить эту землю. То есть был на какое-то время проведен эксперимент с этим жестоковыйным народом, еще раз подтверждена его жестоковыйность, и поэтому не получилось. Да, и поэтому эксперимент закончился от неудачи, от неудачи, он пришел, привел к очень определенному четкому выводу, и поэтому теперь нам надо только лишь продолжить его как надо, то есть по закону природы. Мы сейчас действуем вопреки закону природы, мы находимся в том месте, на том уровне, который нам не соответствует, которому мы не соответствуем. Это именно благодаря особому воздействию высших сил и тому, что нас уничтожали в катастрофе, в последние в предыдущем веке, а в общем все, теперь это все истекает, истекает, и мы должны решить для себя, как же мы видим наше будущее. Понятно. Вот дальше написано, «Но и среди тех народов не найдешь ты покоя, и не будет отдыха ступне твоей, а даст Бог тебе там сердце встревоженное, тоску и скорбь души, и будет жизнь твоя висеть на волоске, и будешь пребывать в страхе день и ночь, и не будешь уверен, что выживешь. Утром, скажешь, настал бы уже вечер, а вечером, скажешь, настало бы уже утро. От страха в сердце твоем, которым ты будешь объят, и от зрелища, которое увидят глаза твои». Вообще, во-первых, написал... Писатель заслуживает на русскую премию, да. Просто, да, очень... По мощи выражения это вообще потрясающе. Очень эмоциональное такое, каждое слово как... Даже в русском переводе стоит как... Да, и причем очень сжато. Сжато, да. Бьет просто не промахиваясь каждый раз. Надо же, даст Бог тебе там сердце встревоженное, тоску и скорбь душой. И так далее. Ну, вот что это такое? Будет жизнь твоя висеть на Воловске, будешь пребывать в страхе, среди других народов. Будешь зависеть от ненавистников, которые тебя окружают. Постоянно будешь в беспокойстве, постоянно будешь в поисках какого-то более удачного, более удобного, благополучного, безопасного состояния, но его не будет. Но постоянно будешь его искать для себя, для детей, для всего. И вот таким будет все твое существование на протяжении тысяч лет. Это и говорится, поэтому утром скажешь, настал бы вечером, вечером скорее бы уже... Да, и зачем вообще существовать в таком виде? То, что спасает еврейский народ в таком случае, это только юмор. Да-да, только вот такое. Юмор и, конечно, повышенная IQ, с помощью которого они могут действительно многое сделать, и поэтому в них тут и там нуждаются эти народы, и когда они могут действительно хорошо заработать и хорошо зарабатывать и откупаться более-менее от всяких проблем. И несмотря на то, что они могут устраиваться, все равно вот об этом говорится. То есть, они, евреи в изгнании, они идут на любые ухищрения только для того, чтобы, но обеспечить свою безопасность. Но когда они оказываются в земле Израиля, они как бы забывают абсолютно о том, что там с ними было, и готовы здесь на что угодно, только не на выполнение своего предназначения. Готовы, да. Вот такова природа. Этого народа жестоковыйного. Так что тут я не вижу для него, откровенно говоря, никакого светлого будущего. Если только лишь он не возьмется действительно за ум и не услышит каббалистов. Но это действительно очень тяжело. Я его понимаю. Сам прошедший этот путь нелегкий и продолжающий бороться со своим этим еврейским нутром, который отталкивается от реализации каббалы. Я понимаю, насколько это тяжело. То есть, здесь говорится, что тебя будут выдавливать все время из другого места, да? Да, да. Из народов мира будут выдавливать, а куда? А куда? Никуда. В море, как говорится. Ну, это все. Ну, вот дальше как раз вы правильно сказали. Дальше говорится, и возвратит тебя Бог в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, не увидишь ты его боли и будет там продавать вас врагам твоим в рабы и рабыне, но не будет покупателя. То есть, он тебя будет тогда возвращать в Египет на кораблях. Это что означает? То есть, ты снова... Никто не захочет иметь тебя внутри своих границ. Никто. Дело в том, что эти желания, которые должны исправляться, и в них уже будет возникать эта точка в сердце, эти желания не могут существовать внутри эгоистических желаний. И поэтому они будут выталкиваться с законом несовпадения свойств. И поэтому евреи должны будут оказаться где-то абсолютно изолированы от других. А где? Вот географически, если уже говорить, то просто непонятно, где и как. Потому что единственное место, в принципе, это земля Израиля. С другой стороны, для этого должна быть свобода воли выбрать это все. То есть, это проблема. Это проблема. Я лично надеюсь на то, что будет еще один заход, такой, как был когда-то во времена Советской России, даже не Советской, а Царской России, когда зарождались вот эти все первые еврейские общества с Жаботинским и прочими, когда организация этих товариществ за заселение, за возвращение в Палестину. Когда отсваиваться начала земля? Да, это в конце 19 века. Но они же уходили от погромов, уходили... Вот я надеюсь, что будут опять такие обстоятельства, когда они будут вынуждены уходить. и на этот раз для них будет уже подготовлена основа, каким образом все-таки ради чего уходить и ради чего сюда приходить. Эту основу готовим мы. Вот скажите, пожалуйста, я хотел бы все-таки возвратить тебя, Бог, в Египет на кораблях. Что это означает? Все-таки в Египет возвращает? Египет это в эгоизм двое, да. То есть он тебя возвращает. Почему, говорится, на кораблях? Почему по морю это и происходит? Ну, по морю это всегда же так. Если ты куда-то убегаешь, то считать, что ты убегаешь по морю. Да. Нет другого выхода из Израиля, кроме как по морю. Это... Ну, и на самом деле это... Да, это... Ну, в Торе это объясняется. Ну, вот дальше хорошо. Вот слова союза, которые Бог повелел Муше заключить с сынами Израиля в стране Муав, кроме союза, который заключил он с ними у Хорефа. И созвал Муше весь Израиль и сказал им, вы видели все, что сделал Бог у вас на глазах в стране египетской с фараоном и со всеми рабами его и со всей страной его те испытания великие, которые видели глаза твои, знамения и чудеса те великие. Но не дал Бог вам сердце, чтобы понять и глаз, чтобы увидеть и уши, чтобы услышать до сего дня. Да, потому что есть горы Эдом, когда вот ты находишься там, где Эллад, и смотришь на противоположную сторону, на заграницу Иорданскую, это Эдом. Красные горы такие. Да. А горы, которые ты видишь со стороны Иудейской пустыни, на северной части Мертвого моря, против Иерусалима, когда ты стоишь с одной стороны, а с другой стороны за Иорданией, там Муав, и вот ты находишься за границей, в общем-то, земли Израиля, то есть еще не обязан приступать к исправлению желаний на любовь, на получение радиоотдачи, но уже эти законы на тебя начинают действовать. Вот говорится так, но не дал вам Бог сердце, чтобы понять и глаз, чтобы видеть и ушей, чтобы слышать до сего дня. И в то же время он говорит, вы видели все, что сделал Бог у вас на глазах в стране египетской, с фараоном, те испытания великие, которые вы прошли. Он говорит, с одной стороны, вы видели, с другой стороны, но не дал вам Бог сердце, чтобы понять и глаз, чтобы видеть и ушей, чтобы слышать до сего дня. Почему такое существует противоречие? Потому что вы еще не прошли. Вы только сейчас заканчивали ступеньку бины. Отдача ради отдачи, да. Очищение своих желаний. А сейчас вы должны их начинать преобразовывать в отдачу и любовь. Это означает, что вы должны увидеть, да? Да. То есть это уже не свет Хасадим, а свет Хохма начинает работать. Конечно. Вот дальше. А я водил вас сорок лет по пустыне, не ветшали одежды ваши на вас, и обувь твоя не ветшала на ногах твоих. Да. Хлеба вы не ели, и вина и хмельного не пили, дабы знали вы, что я Бог всесильный ваш. Да, потому что питались маном. Потому что это свой ступины. Ничего не было этого в пустыне. В пустыне ты питаешься только маном. Ты еще раз, если можно, вернитесь, пожалуйста. Мы давно говорили о мане, говорили подробно. Что значит, ты питался маном? Ман – это значит, что я питаюсь только свойством отдачи. Вот так живу, да? И вот этим живу. Это и мой хлеб, моя пища, моя одежда. Это абсолютно все. Это, ну, и одежда, имеется в виду экраны, все на мне и так далее. И пища, это то есть свет хасадим, который я потребляю, это все ман. То есть это все только лишь привязанность к Творцу. Прилепляю. Прилепляюсь к нему всеми возникающими во мне эгоистическими желаниями и таким образом очищаюсь от их эгоистической реализации. И я сыт, получаюсь. Этим я и живу. Этим я и наполняюсь. Тем, что каждый раз все ближе и ближе и ближе к нему. Ничего себе, только прилепляясь к нему, от него я получаю всю живительную силу. Это называется ман? Да. То есть ман практически все во время вот этого прохождения пустыни и так далее. Это вообще все. Ну, эти ступени, которые проходит человек, так называемое сорокалетнее путешествие или подъем от малых удобины, это и есть ман. Это и не ветшали одежды ваши, и обувь твоя не ветшала на ногах. Потому что ты не используешь эгоистические желания, ты только поднимаешься над ними. Поэтому ты не реализуешь ничего. То есть это понятно. Вот дальше. Хлебовое... Эти все ступени, они называются ступенями очищения. Не реализация эгоизма на альтруизм, а очищения. Просто приподнимаешься над этим, над всем. Это тебя не касается. Как бы оставляешь весь свой эгоизм внизу. То есть я очищенный должен войти в РТСР. И когда ты начинаешь перелопачивать весь твой эгоизм, который остался внизу, это называется, что ты уже находишься в земле Израиля. Понятно. Со всеми змеями, как вы говорите. Да, да. И свалкой. Вот дальше. И пришли вы к месту этому, и вышел сихон царь Хешбона, и ок царь Башана против вас на войну, и разбили мы их, и взяли мы страну их, и отдали ее в удел Реувану и Гаду, и половине коленами наши. Это за Иордания. Да, за Иордания. Это очень интересно. Он говорит, и пришли вы к месту этому, и вышел сихон царь, и так далее, и так далее. Иордания даже говорит, и разбили мы их. Конечно, мы. Это не ошибка, да? Нет, это кто? Человек это все делает. Он говорит, и вы же пришли вы к этому месту, и разбили мы их. Ну, это может быть непросто объяснять. Я могу сказать, что разбиение эгоистических желаний, это не то, что ты приходишь к ним и раскрываешь их. Ты входишь с ними в борьбу, тебе нужен свет хухма, для того, чтобы их разбить, для того, чтобы подняться над ними. Поэтому здесь ты должен действовать только с Творцом. А различить, сконтактировать с ними, вполне возможно, что у тебя хватает и предыдущих основ. То есть того света, который уже существует в тебе. То есть все эти цари сихон, ок. Это эгоизм во мне, в разных его проявлениях. Понятно. Ну, и заканчиваются последние две строчки. Соблюдайте же слова союза этого, исполняйте их, дабы преуспели вы во всем, что будете делать. Аминь. Аминь. Можно так и заканчиваем эту нашу передачу. Вот это и вывод весь, да? Да. Это, конечно, ужасные условия, очень сложные, очень серьёзные, но мы их должны выполнять. Мы должны давай всё сделать для того, чтобы можно было их выполнять. Выполняются они внутри человека, исправлениями человека со своей природой эгоистической, чтобы прийти к связи с другими, чтобы показать всему миру возможность объединения, которое сегодня миру так необходимо. И тогда мы с вами действительно приносим в наш мир высший свет. И человек поднимается, раскрывает для себя следующий мир, в этом мире раскрывается следующий мир, как сказано, свой мир раскроющий в этом мире, и мы начинаем в нём существовать. И нету вообще понимания такого психологического, как жизнь, смерть, существование какие-то. Это всё одно сплошное существование, бесконечное, вневременное пространство перемещения. Вот к этому мы должны прийти. То есть Тура, она раскрывает нам вечность. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Будем мы дальше идти к вечности. До свидания.